друзья привет саша иванов канал живу на земле на сегодня такая авантюрная рыбалка мы будем ловить сплавом местечко на реке мы забросились на машине и нам предстоит сплавиться по ней 11 километров и попробовать половить всяких щук на побережье я здесь проплывал проплывал этот маршрут на лодке на моторной смотрел не будет никаких не домов не поселков ничего вот 11 километров просто леса и реки будут местами попадаться стоянки облагорожены у нас запланирован будет обед где-то на середине маршрута и поедем мы с гариком здорово всем привет гарик с канала гарик рыболов матерый доночник но и спиннингист тоже и в общем то такое предвкушение хорошего дня на целый день у нас эта поездка погода пока пасмурная для ловли на спиннинг это я думаю что самое то будем сейчас разбирать лодки и отправляться в путь поехали с нами посмотрим как все это будет происходить как все это будет твой все по-серьезному максимус маник до 16 грамм с хорошей проверенной 4000 катушкой гарик держи вот это будет рыбалка слушай сейчас они думаешь так далеко мы друг от друга узнать что чтобы не орать вообще я так-то взял больше для спиннинговых рыбалок но и для таких вылазок чтобы когда с кем-то вдвоем ходишь они сейчас на алиэкспресс вообще их можно взять 22 доллара две штуки так они там чуть 40 стоит теперь точно не потеряюсь до то отчаливаем потихонечку последние звуки цивилизации сегодняшнего утра это вот этот мост ездят машины мы готовы к встрече с природой заряжены спиннингами заряжены всяким кормом под кормом для обеда рыбка плещется погода хорошая облачка немного есть такие просветления тепло комфортно в общем все круто плывем значит тактика будет довольно простая ловить вдоль берега если будут какие-то перспективные места появляться какие-то впадающие ручьи заводинки останавливаться уже их облавливать хочу лоблерами вдоволь наловиться ну и конечно же собой есть и колебалки и вертушки и поппер есть собой впереди целый день ловлях я думаю что будет возможность половить на всякие разные приманки тому собой если что-то где-то плеснется то сразу туда грести и бросать там бросать бросать и бросать чтобы может быть поймать первая адекватная точка выброски рядом с дорогой через 11 километров и по моим расчетам мы должны были плыть ну хотя бы пару километров в час но если веслами не грести я просто стою на месте ветра практически нет он если есть небольшой встреч не совсем и его достаточно чтобы остановить лодку очень хороший затяжок с отсутствием течения пока еще не доплыли до явно щучьих мест поставлю небольшой в угле ручек 58 размере который ловит и и щуку не очень крупную и окуня и даже удавалось поймать на него главля как и на любой рыбалке самая первая задача сейчас это разловиться конечно общий план это поймать какую-то огромную рыбу или много рыб всяких разловиться нужно прежде всего но у тебя поклевок то не было все понял ладно конец связи пока вот гариком сейчас поговорили он то видел всплески и выходы рыбы по той стороне я плыву по внешнему радиусу получается не уже перехожу на внутреннюю но смысл в том что он видел там как плещется рыба у меня есть полная тишина ну прикольно горит говорит пока взял горька большого и чё на что вообще на железную колебалку все по классике жанра как должно быть никаких воблеров ну теперь наверное моя очередь пока спец на место переплываю чтобы время зря не терять забрасываю и как это называется на дорожку а вдруг а вдруг что-нибудь клюнет да на пути встретилась небольшая речка я решил заплыть прямо в нее ловить здесь пусть и расскажу про то какой рельеф возникает обычно таких местах небольшая быстрая река с очень таким напористым течением впадает в ту реку по которой мы сплавляемся и уходит налево вместе с ней и вот в таких местах очень часто намывает песок или какой-либо другой грунт песок чаще всего на внутренней стороне поворота и получается что сама быстрее на проходит основная масса воды по внешнему и там образуется такая как бы бровка и вот на этой бровке часто стоит окунь я заплыл маленечко поглубже и встал на якорь хочу вот здесь посмотреть не стоит ли небольшая может быть чучка пробросать берег там где я вижу же он более такой крутой там глубже будет и потом все таки вот эту бровочку пролавливать который образовалась здесь мы облом пусть и пока ничего не дал но зато приплыл гарик гарик ну выглядишь ты реально круто с двумя спиннингами с камерой в очках с подсадчиком соглашусь слушай ну а чё ты подсадчиком доставал рыбу-то или так нет тогда она там мелко но она там заглотила прям по саму не балуйся я мне пришлось ножом вообще резать то что ну чтоб что-то вообще понятно встречаются такие места на реке вы как течение идет здесь обраточка и я сейчас якорился глубина около пяти метров а бросал все поппером но просто так уплывать мне не хочется поставил бублерочек небольшой наверняка здесь какая-то рыба есть а значит и хищная тоже должна быть погода как обычно повезло в плане отдыха и не очень конечно по поводу активности хищника тут даже не знаю радоваться или расстраиваться скорее наверно все же радоваться еще целый день впереди и хищник я думаю что объявится база база прием как и какие-нибудь всплески хоть есть тоже тишина и покой и погода вообще суперская да ничего пока плывем слушай ну там гораздо гораздо ниже там будут такие забавники ну я думаю днем сейчас пока погода хорошая просто плывем бросаем что-нибудь поглядываем по сторонам чугарик тащить это ну гарик чуть вообще всех удел кого-то там причаливает щупачок да прям по центру где-то зацепил вообще огонь слушай это все вот воблер с этого с алиэкспресса 62 рубля до меня ссылка в описании есть именно на этот воблер с алиэкспресс вообще единственный который я даю ссылку на который ловится а так заливчик вот здесь тихая вода сейчас туда заплывем посмотрим что там как вообще основное русло идет стороной а это то ли старец какой-то какой-то другой реки или стоит вообще непонятно течение нет на дне много травы если делать заброс воблером то он практически сразу цепляется поэтому попробую на попер здесь плавить и в это время гарик поймал еще одно и говорит еще одно отпустил небольшую ну тут уже так нормальный таки все на этот воблер с алиэкспресс сейчас бешеный китаец до вернемся домой мне надо обязательно еще себе заказать а все раздал потому что после выхода видео как часто бывает по ссылкам там потом заходит товар закончился и надо месяц еще ждать за 62 рубля это очень просто подарок посмотрите какие облака какое небо какие цвета какая вода а дальше дальше просто не удалось заснять самое сложное вываживание в моей спиннинговой карьере рыба никак не хотела подходить к лодке удалось ее все таки достать нет повода для расстройств потому что с этого момента щука начала проявлять активность и дальше уже все поклевки и все рыбы были засняты на камеру и в общем-то рыбалка именно со времени обеда она начала становиться не просто сплавом а вот именно рыбалкой вот плещется уже первая щучка на кукане и сейчас давайте смотреть я скоро будут и следующее ладно продолжим ловлю еще одна да ладно вот это да такое ощущение что такая же может быть поменьше чуть 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 поменьше чуть чуть поменьше да вот это вот это дела давай рядышком ну давай 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 я даже не знаю что такое происходит это стая щук что ли я реально я перевязался сделал второй заброс и у меня опять поклевка и но чуть поменьше конечно но таких же нормальных размеров съедобных вполне третий заброс может это бонус совсем и безрыбные рыбалки на течение но ударчик пауза пауза психологически жду это удара у вас тут надо маленького щек сидеть обдумать все Продолжение следует... С чувством выполненного долга мы причаливаем на обед, походить по берегу, размяться, вспоминать о том, как были пойманы эти щучки. Чтоб консервы не бабахнули, надо залить их водой. В общем, как-то вот так будет выглядеть. Спасибо пловеру за то, что кормит меня этими чудесными консервами. Всё, покушали, отчаливаем. Настроение вообще супер. Надо проверить, вся ли команда в сборе. О, да. Все здесь. Так, отлично. Я не могу менять эти рыбы. О, я до конца не могу поверить, что я поймал вот эту большую, маленькую, ну, которой поменьше я ещё тогда. А потом уже домой, когда вернусь уже, потом уже буду вспоминать. Тогда, может быть, уверую в неё. Сейчас. Вообще. Переполняет благодарность ко всему вокруг. Гарри, как тебе тоже. Ты, на самом деле, идейный вдохновитель этой поездки. Отличный вечер, отличный день. Плывём дальше в рыбные места. Это было ещё только начало. Это так. Откуда эти рыбы тогда я вообще не знаю. Деревца низко над водой. Может, там тоже щучка стоит. После поимки двух этих крокодилов на этот воблер уже что-то другое ставить на рыбалке сложно. На этой, по крайней мере. Ну, в какие-то нереальные там супер приманки, которые ловят только они, я не верю. Потому что у меня у самого есть довольно много приманок, которые выстреливали на одной из рыбалок, а потом молчали. Даже некоторые из них приходилось отправлять, когда просто там, там, четыре щуки тоже, или как тут два заброса, две щуки. А потом пару лет тишина. Всё скорее зависит, конечно, попасть именно под нос рыбе. Ну, и более-менее, чтобы адекватно она отреагировала на какой-то вид приманки. Вот здесь этот воблерочек, он был поверхностный, потому что потом я, когда поставил крэкджек 78-й, два-три ударчика, и он там в тину заходит. Элемент везения в спиннинговой рыбалке, он вообще один из самых важных. И мне кажется, это такая некоторая награда за мои пустые рыбалки, когда я всё равно езжу, 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 езжу. Долго можно говорить, обладая двумя этими красавицами. Ну, хотелось бы, конечно, ещё что-нибудь поймать, потому что рыбалка продолжается, день ещё только в середине. У нас на пути встретился небольшой заливчик или какая-то заводь, Гарик отправляется обследовать её. Я пока плыву дальше. Тоже найду какое-то такое местечко, чтобы обловить. Тут вообще какие-то микролиманы. Дело происходит в Тверской области. Это не Астрахань, ребята. Гарик что-то задержался, поймал кого? Я сам поймал окушка, но и как бы тут самая плещется рыбка, так что я маленько тут подзависну. Всё, понял тебя, давай, я там подальше все места найду тоже устану. Пирог, между прочим, поймал окушка-то. На что? Пернотвоя окушка поймал. Ага, понял. Щучка, щучка невеличка. Менял, менял, приманки, всё равно поставил Цуребита Дэд Минул. И вот от берега одну подтаскиваю. Не знаю, как уж она там зацепилась. Удастся, вынуть не удастся. Сейчас посмотрим. Небольшая совсем. Сегодня такая рыбалка, такая щучка не котируется. Сейчас надо будет её оцепить и освободить. Вот. Пускай плывёт. Тут такое место тоже. Река течёт. И заводинка. И образуется между, ну как бы, струя и стоячая вода. Вообще, отличное, отличное место. Вот ещё одно хорошее тихое местечко. Не быстро проведу там боблерочек. Опа, ещё поклёвочка. Вот это уже, кажется, чуть получше. Это, может быть, даже на кукан подойдёт размерчик. Главное воблер не тянуть на себя, потому что он может отстегнуться в любой момент и вылететь пулей. Чуть-чуть побольше. Но не намного. Уже, уже нормально. Уже ничего такая. Круто. Может быть, к вечеру активность наступила. Ну, не так много мест на реке, где ловятся эти рыбки. Гарик, да, добрался до волшебного места. Поймал одну маленькую, отпустил и одну забрал. Ну, тоже небольшую. Да, да, я плыву тоже сейчас, вижу тебя. На что, всё на то же воблер, да? Слушай, да, я всё пробовал, пробовал разные приманки. Сейчас опять этого поставил. Но, видишь, совпало с тем, что я приплыл в заводинку и здесь сделал пару забросов. Вижу, как малька гоняет кто-то. Промах. Ого, вот это выход. И опять промах. На долгой паузе. Два промаха в одном и том же месте. Третий раз, может, она и не будет атаковать тот самый воблер. Я попробую пупер. Попробовал разными воблерами, но больше она уже не реагировала на мои приманки. Ну и щука, похоже, не очень крупная. Так что я плыву дальше. Гарик уже проплыл мимо. Что даём полный газ. Вода вообще просто зеркало. Мы здесь, Валера, с берега подходили. Рыба плескалась, плескалась с этой стороны. Я думаю, о-о-о, попасть бы сюда на лодке. И вот я на лодке плыву здесь. Круто. Валерка щучку небольшую здесь взял. Вот она всё-таки. Сейчас я попробую. 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 Продолжение следует... Рыбалка выдалась у меня вообще воистину трофейной, отличный сплав, 9 часов мы провели на реке, все было супер. Гарик, ты как? Нормально, у меня все нормально. Тоже с рыбой, тоже вообще все это. Новые местечки на реке узнали, поразглавливали свои приманки. И я опять хочу воблер как у Гаррика, Гарик хочет как у меня. Все как надо. Все как положено. Надо пойти рыбу сейчас мою посмотреть. И Гарик поедет за машиной на такси, мы его отправим сейчас. Я еще проверю рации, насколько они работают. Но это уже в конце, кому интересно. Я потом по карте посмотрю, какие были расстояния. Будем связываться и, в общем-то, опишу все. А сейчас рыба. Вот это щучки. Вот это колбаска. Красава, да? Просто супер. Надо с ней сейчас будет отдельно пофоткаться. Великолепная рыбалка. О, да. Ну все. Супер сплав подходит к концу. Ждем машину. Как говорил про рации, я сейчас скажу еще в конце. Просто вкратце на сколько километров они пробили. А так, спасибо за просмотр. Спасибо, что были с нами. Саша Иванов, канал Живу на земле. До новых встреч, пока. Гарик добрался до машины. Мы слышим друг друга. Здесь как бы лес, холмов особо нет. Гарик, Гарик, Гарик. Да, 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 да. Ну ты меня нормально слышишь, да? Все как бы можно разобрать, все по пучкам. Вот я, например, слышу, только там какие-то оплысы и першения. Ты меня нормально слышишь? Слушай, чтобы першения пропало, когда я говорю, нажми ниже кнопочку, вот эту квадратную. Ты одной кнопкой нажимаешь, чтобы говорить, а там ниже еще есть квадратная небольшая кнопка. Так, спасибо. Спасибо.